всем привет ребята у нас сегодня две темы это во первых такое креативное пространство как графит мероприятие которые там были недавно и вторая тема это лофт о котором я говорил в крайнем видосе тот лофт которая ремонтирует рамач с командой все вот об этом сегодня поговорим покажу все расскажу поехали первая тема сегодняшнего ролика это мостик фестиваль наклеек фестиваль стикеров которые я ездил в прошлом году первый раз мне очень дико понравилось дичайшим образом вот и сейчас еще один мостик и походу еще в августе будет то есть 22 год полдавит в этот раз мостик проходил на просторах креативного арт-пространства графит жирнейшее событие для любителей наклеек и уличной культуры в целом под которой я специально подготовил мини стикер паки на раздачу разлетелись все кому-то даже не досталось но это не беда без наклеек оттуда вряд ли кто ушел на крайняках можно было приобрести в маркете и не только под залипнув на прилавке можно было обнаружить довольно много любопытных штук много объемных вещей отлитых из гипса разные принты аксессуарчики такая тема но самый кайф ради чего стоит посещать подобные мероприятия это коннект с людьми с похожими увлечениями обмен стикерами общение я бы был приятно удивлен встретив там настю галантер главного дизайнера фестиваля сказка она собственно меня туда и втянула чему я несказанно рад уже даже есть первые результаты сейчас повнимательнее ребятки кто рисует очень важный момент который вероятно может изменить вашу жизнь на сказку 2002 года на главный фестиваль которая летом будет происходить набирается народ то есть если вы рисуете если вас есть желание поучаствовать в этой волонтерской движухи как-то может быть проявить себя вот в этом на этом поприще ну если есть такое желание да чувствуете что надо как-то реализоваться вариантов нема все все короче специально для вас открывается набор художников которые хотят поучаствовать на фестивале пишите мне в telegram или наверно лучше в контакте групп в контакте давайте отправляйте свою портфолио в группу в контакте и а дальше судьба раскидает всех на две кучи кто-то пройдет кто-то нет а дальше еще один отбор и там в итоге самые мощные и интересные люди попадут состав как я это себе вижу на самом деле может быть все по-разному но если вам там суждено быть вы там окажетесь так что не ссыть все будет хорошо но куда же здесь без бумен stickers кстати сейчас начинается сезон стрит-арт вылазок и мы вместе подготовили для вас кое-что интереснее костя познакомил меня с множеством интереснейших авторов которых мы будем приглашать на подобную движуху вот например один из участников знакомьтесь его зовут зима покоритель человеческих сердец вот с ним точно будем играть кто сказал что стрит-арт это обязательно рисунки на стенах давайте раздвигать границы у нас все для этого есть как минимум инопланетяне зима в частности но он тут такой не один на лёша буквально на этой же неделе здесь же подходила к концу первая персональная выставка нашего горячо любимого и уже широко известного пиксель боя на которой я кстати тоже побывал короче графит довольно интересная открытая площадка предлагаю обратить внимание отвечаю я раньше нигде не видел чтобы ребята спокойно сидели и играли в dnd прямо в зале возле какого-то гик магазинчика это о чем-то да говорит там на входе там одна висит но без верхушки на входе висит вот такая же штука но без верхушки без адидаса ну потому что короче кураторы там и мне понравилось а дико не понравился но не не смогли и бывают же люди да такие дотошные но это по-прежнему мое любимое кстати тик током отдают а откуда у алёши тело появилась избук из фантазии или человек фантазии собрана и а что-то летела смотри над бровью это знак это мой артефакт на память оставь может себе оставлю подвале рухнул пиксель бой такие артефакты я ценю и уважаю как правило интегрирую где-то в мастерской обвалился лёша появился потому что мне из говна и палок его собирал короче это я взял все серые сколько у них были и решил полный рот сделать там многих серых не хватало пришлось какие-то альтернативы искать вплоть да вот такие штук но я говорю это как инопланетные веснушки тогда тут можно увидеть всю коллекцию из 3d стикеров вот этих как я называюсь говна и палок но мне очень нравится друзья удачный и ты вот вот этот прям самую удачную потому что потерю все это сделано не просто было как работа поэтому она отдельная находится что это серия работ шалом меня можно снимать всем спасибо увидимся движуху надо наводить там где ты есть где-то большую часть времени проводишь поэтому мы тоже как бы не лыком шиты москва москвой мир не заканчивается и мы тут у себя тоже хотим движуху навести и все к этому сейчас очень активно идет мы начинаем эпопею про лофт который построил рама ну не только рама короче слушайте прошлом видео я как раз рассказывал как ребята обзавелись этой прекрасной комнатушкой не в лучшем состоянии конечно но не суть если не видели посмотрите это я вам напоминаю как это все выглядело из какого начального если можно так сказать состояния ребята стартовали и к чему они пришли его давайте сейчас посмотрим это одно удовольствие наблюдать как из заброшенного производственного цеха рождается что-то новое и самое прикольное что у ребят уже на начальном этапе есть полное представление как это все должно выглядеть по финалу это короче будет шибарная стойка из этого из металлического листа прикольно да да я понимаю серьезный подход на самом деле не удивительно команде есть саша который в свое время приложил руку к тому самому флакон на дмитровской когда он еще только становился дизайн завода поэтому как должен выглядеть нормальный лофт он знает не понаслышке как вы могли заметить тут работает целый семейный подряд и челлендж этого проекта навести красоту с учетом минимальных вложений и в то же время чтобы все выглядело лаконично в том пространстве где это находится а я напоминаю эта фабрика лаковые миниатюрные живописи если запамятовали то вот подсказочка специально для вас мне больше всего понравилось как привычный на первый взгляд стройматериалы используется в виде элементов декора вроде ничего сверхъестественного но вид то имеет а если всю фабрику в таком стиле завалить на мой взгляд куда лучше чем облупившиеся штукатурки все ненужные вентиляционные трубы срезали что дало дополнительное пространство казалось бы и фиг с ними все равно не мешают вы согласитесь ведь намного приятнее когда в помещении простор ну да видишь белые точки но они все равно не так заметно настроен еще лучше пойдет ну как там тут просто я всталкивал сталкивал он залез а ну да темнота просто все инструменты берется лишь не уберется это даже можно посмотреть как одно одно из фишек этого пространства не он в купе с множеством креативных решений смотреться будет не гадалки не ходили а ты а ты мужчина не маленький как бы если помещаешься с запасом ну да да завалился чайку принес сюда дошуков взял с собой гитару принес ноутбук планшетик все проекторы здесь появятся можно плыву принести да это вообще будет просто это самая а я бомжую здесь а так это будет не он крутишь что хочешь на стяжечках вот так вот офигенно все изморочного на канале уже давно не было видосов но активность и информация какой-то контент от меня поступал всегда поступал он в telegram и в instagram частично потому сейчас уже так это с меньшим энтузиазмом ну вы понимаете vpn вот это все и объемы упали ты такой а где мои лайки пизду короче telegram дадим будущее из вк все ссылки в описании кстати по большей части вся работа уже выполнена осталось самое главное так сказать лицо ловко я попью кофейку большой трафарет с названием заведения изначально каждое помещение на фабрике было пронумеровано и цифры этой комнаты была пятерка в итоге так и назвали цех номер 5 для меня вырезать трафарет никакого труда не составит тем более когда можно спокойненько поставить проектор на нужную дистанцию пространство позволяет комфортно разметиться по линейке и на изичах вырезать одним словом удобно но от запаха тут никуда не деться поэтому средства защиты обязательно одним нанесением краски на плитку дело не обошлось вот так кайфово интегрировали надпись пространство так зафактурили это надо видеть поэтому приглашаю вас всех на стрим который мы подрубим в это воскресенье прямо отсюда 24 апреля воскресенье время ну вечер наверное день часов 8 как обычно подрубаем прямо оттуда из цеха так как я уже сказал будет рамочном как раз там в этот день проведет свой первый мастер-класс поспрашиваем его впечатления что такое работа с детьми что такое вообще преподавательская деятельность зашло ему не зашло помучаем его вопросами вообще пообщаемся посмотрим локацию сегодня 24 воскресенье но на этом пока все много чего на снимал много чего над смонтировать в общем всегда эту телегу гоню вам что ой не успеваю ой много материала забудьте все короче мои проблемы давайте по рукам ударили до встречи надеюсь через неделю вообще на стрим приходите